Ограничение автомобилей. Так звучит очередная идея фикс власти Узбекистана, которая преподносится под благородной целью о защите экологии. Давайте разбираться, что происходит, чего ждать водителям и как подобные меры реализуют в других странах. Но для начала хотелось бы рассказать, с чего началась эта шумиха. Первое – плохой воздух. Дышать в Ташкенте и других городах периодически нечем из-за завышенных показателей концентрации мельчайших частиц PM2.5, которые намного тоньше человеческого волоса, без труда проникают в организм и несут большую опасность. Ташкент регулярно оказывается в лидерах по загрязнению воздуха по этому показателю. Второе – начальник управления минэкологией Фарух Сатаров заявил, что проблем с частицами PM2.5 в стране возникает преимущественно в холодное время года, и большую роль в этом играют работы центрального индивидуального отопления, а также производственных предприятий. При этом точно никто не может сказать, что привело к такому печальному положению дела в последние годы. Минэкологии и Минздраву понадобится около двух лет на изучение этих мелкодисперсных частиц и публикацию окончательного вывода. И третье – по словам министра экологии Азиза Абдухакимова, в 2023 году 60% загрязняющих выбросов в атмосферу пришлись на автомобили, и еще 40% на промышленные предприятия. В Ташкенте ситуация следующая – 95% выбросов от автомобилей и еще 5% от предприятий. Пожалуйста, вот вам и вывод – надо ограничивать автомобили. Но не дайте себя обмануть. Речь идет не о том, что 95% выбросов PM2.5 производят автомобили. Статистика в первую очередь говорит о выбросах СО в атмосферу. В Ташкенте, который каждый день стоит в пробках, показатель СО не превышает допустимые нормы, и большинство выбросов СО от автомобилей характерно для крупных городов, для той же самой Москвы, которая не испытывает таких проблем с PM2.5. Тем не менее, идея об ограничении автомобилей пошла в оборот. Изначально с инициативой выступили в Министерстве экологии. Предлагалось запретить в крупных городах, включая Ташкент, все виды автомобилей, выпущенные до 2010 года. По какой логике выдвинута идея – не ясно. Запрет и все. Следом поступило предложение от президента, которое получилось еще более жестким. А именно запрет на движение в крупных городах автомобилей, выпущенных до 2014 года. Кроме того, была озвучена идея по стимулированию населения переходить на электромобили. Видимо, потому что они экологичные. Но к этому мы еще вернемся. После последовало первое обоснованное предложение. В госпрограмму по реализации стратегии «Узбекистан-2030» поместили пункт, а по этапном запрете эксплуатации автомобилей, не подходящих под экологические стандарты Евро-5 и выше, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. В рамках ограничений на автомобильный транспорт власти также предложили ограничить движение грузовиков с большой грузоподъемностью в крупных городах. Риторику правительства столицы быстро смектули в Кингаша-Сурхандарьи. Местные народные депутаты первые приняли решение о запрете в Термейде движения транспорта грузоподъемностью более 8 тонн. 21 февраля 2024 года это случилось. Президент одобрил реализацию госпрограммы с ограничением автомобилей, несоответствующих Евро-5, до 2030 года. Но плана действия еще нет. Его должны разработать Министерство экологии, транспорта, строительства, здравоохранения и внутренних дел. Стоит упомянуть еще два потенциальных ограничения. Первое – это запрет на движение автомобилей с четными или нечетными номерами с каждодневным чередованием, что будет, скорее всего, обходиться покупкой второго авто, а также создание зеленых зон с запретом на движение транспорта. Подобные меры практикуют за рубежом, но обычно страны лишь запрещают вводство производства автомобилей с устаревшими экологическими показателями или ограничивают им проезд по центральным улицам города, особенно крупным грузовикам. В Узбекистане проблема загрязнения воздуха кроется не только в автомобилях, а в ужасном по современным меркам топливе. Многие водители ездят на очень грязном отечественном бензине АИ-80 с экологическим стандартом К2. Подобное производят только в Узбекистане и Афганистане. Пара цифр. Стандарт К2 для бензина допускает содержание серы в 500 мг на килограмм, тогда как у К4 показатель в 10 раз меньше, а у К5 вовсе 50 раз. Президент поручил отказаться от выпуска бензина АИ-80 с 2025 года. Успеют ли местные НПЗ перевести мощности на выпуск нормального чистого бензина, пока не ясно. Из России республика закупает АИ-92 и АИ-95 с экологическим стандартом К4, что лучше, чем К2, но и не К5. Примечательно, что около четверти автомобилистов в Ташкенте используют в виде топлива природный газ, который намного экологичнее бензина. Но программ для водителей, стимулирующих переход на метан, нет и не предвидится. Почему же? Тут вернемся к электромобилям. Главная задумка перевести людей на зеленый транспорт, как личный, так и общественный. И картинка создается прекрасная. Люди ездят за счет электричества и практически не загрязняют окружающую среду. Да вот только главная электростанция столицы, Таштес, все чаще отравляет жителей города густым коричневым смогом от сжигания мазута из-за нехватки газа. Недостаток метана также привел к ограничениям в работе газовых заправок. Проблема доходит до того, что некоторые теплицы вынуждены сжигать автомобильные шины для обогрева растений. И это в условиях весьма теплой зимы, практически без минусовых температур и с поставками газа из России. Страшно представить, что будет в менее благоприятных условиях. По итогу переводить транспорт на более экологичный метан возможности нет, газа и так не хватает, а переводить автомобили на электричество словно переводить их на мазут или уголь. Стандарты Евро-5 появились в 2008 году, но их ввели не в один момент. Большинство производителей перешли на них в 2010-м. Кто-то не перешел до сих пор, например, Узавта, главный источник автомобилей в стране. Причем ограничения затронут самые массовые модели. Дамасы, Кобальты, Лос-Эти, все три вида Некси, Матизы и Спарки. С улиц крупных городов также пропадут старые Тики, БМВ, Москвичи, Лады, Вазы, Мерседесы и прочие популярные дешевые автомобили. Но вот куда они пропадут? Вопрос открытый. В случае массового перехода на электромобили возникает еще одна проблема. В мире перерабатывается около 5% аккумуляторов. Литий-ионные батареи нельзя просто выпросить на свалку. Это может привести к загрязнению экосистемы и источников воды. По моему мнению, развитие классной альтернативы личному автомобилю в виде продуманной системы общественного транспорта, созданию доступной среды для пешеходов и велосипедистов, озеленением, да вместе с отказом от ИИ-80 и строгим контролем на предприятиях и ТЭС, которые порой жгут не пойми чего, уже решит часть проблем с экологией и пробками на дорогах. Остается надеяться, что власти приведут необходимые исследования, проанализируют возможности транспортной и топливной сфер и примут не очередной запрет или неработающее постановление, а взвешенное перспективное решение. А вот каким оно будет, покажет время. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за событиями в стране на НОВА-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!